На набережную Анапы вернулись алые паруса. Одну из визитных карточек города-курорта увозили на реконструкцию. Она началась 24 февраля. По словам тех, кто проводил работы от старого корабля, остались только сами паруса. Остальное пришлось делать заново. С годами конструкция пришла в удручающее состояние и даже была опасна. Теперь корпус выполнен из прочной лиственницы. Завтра у алых парусов появится помост. На корабль можно будет подняться и даже покрутить штурвал. Его сделали подвижным. Еще одно новшество. Арт-объект украсили два флага – России и Анапы. Горожане и гости курорта довольны тем, что обновленные алые паруса заняли свое привычное место. В прошлом году мой внук, полтора года ему еще был, лазил по этому кораблю. Но он в Питере живет. Вот я сейчас жду его. К сожалению, самолеты не летают, но должен приехать. Думал, как без корабля будет. Нет, сегодня иду, смотрю, стоит. Все в порядке. Все анапчане рады, что его вернули. Это достопримечательность нашего города. Дети будут очень довольны. Все здесь всегда играют, дети. И родителям радостно, и детям хорошо. Нравится, как приводят в порядок сейчас уже все сооружения к широкому приему гостей, отдыхающих. Про этот корабль что можете сказать? Этот корабль, я заметила, как его монтируют. Сейчас уже его смонтировали. Мне он нравится. И нравится он мне тем, что он производит не отталкивающее впечатление, а наоборот. Понимаете, как-то окрыляет. И вспоминаешь, действительно, алые паруса, вот это произведение. Вот я год вам точно не скажу, но я помню, что еще парусов не было. Ну, наверное, лет 9, как я помню. Ну, а потом стали забираться на кораблик, протарили тропочки. Потом тропочки эти отсыпали. Потом сделали это достопримечательностью. Все посещали, фотографировались. И магнитики делали, и все такое прочее. Но я не ожидала, что будет настолько красиво сделана реставрация. Продолжение следует...